Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Сегодня предлагаю вам погрузиться в мир плат на B550 чипсете и выбрать самые лучшие материнские платы для сборки ПК. Ну а перед тем как перейти к выбору материнских плат не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас это секунда делов, а мне будет приятно. Ну что ж, начать выбирать материнские платы я хочу с самых дешевых моделей и плавно перейти к самым топовым материнкам на B550 чипсете. И давайте начнем с самой удачной материнской платы в бюджетном сегменте. Это Gigabyte B550M DS3H за 99 евро. Не забудьте написать в комментариях, что я в очередной раз продался Gigabyte. Но в этом видео будет большая палитра материнских плат, а в бюджетном сегменте конкуренции Gigabyte как всегда составить никто не смог. Поэтому это одна из самых народных материнских плат на B550 чипсете, которая будет поддерживать как Ryzen M4000, так и третье поколение процессоров. Если вы еще не знали, все платы на B550 чипсете поддерживают только третье поколение процессоров AMD Ryzen и более старые камни в них вставить попросту нельзя. В общем самой удачной бюджетной материнской платой по прежнему остается DS3H. Если вам интересно, что прикольного есть в этой плате или что нового добавилось по сравнению с моделью на B450 чипсете, то обязательно посмотрите мой обзор данной платы, который есть уже на канале. Дальше я думал можно было бы отметить материнскую плату Asus Prime B550 MK, но к сожалению за такие деньги она думаю точно будет никому не нужна. Хотя в целом материнская плата вышла весьма неплохая. Дальше по цене у нас идет очень сильно затюненная B550 Gaming X от Gigabyte. По сути плата дороже на 30 евро чем ее предшественник, но тут хочется отметить значительные отличия от младшей версии. Если кто помнит, то на B450 чипсете версия Gaming X практически не отличалась от DS3H, разве что цветом самой платы. Здесь же мы получаем более серьезную систему питания процессора и охлаждения VRM, а также больше слотов PCI Express. Ну и полноценный размер ATX очень сильно красит данную плату и делает весьма неплохим приобретением. Следующей платой можно отметить очень стильный ASRock B550M Steel Legend, которая стоит всего 137 долларов. Помимо хорошего охлаждения и красивой подсветки, данная плата может похвастаться А6 разъемами SATA, а также двумя полноценными разъемами PCI Express X16. Так что за свои деньги это неплохая материнская плата компактного размера на чипсете AMD B550. Ну а теперь давайте перейдем к более серьезным игровым решением. Самой дешевой платой в высшем дивизионе является ASUS TUF Gaming B550 Plus. Она может похвастаться очень крутым питальником процессора и 100% выдержит любой восьмиядерник. А пока мы не знаем насколько горячие будут процессоры Ryzen 4000, то плату с хорошим питальником взять бы не помешало, если конечно бюджет позволяет это сделать. Также у ASUS как всегда очень красивый дизайн и много фирменных приколюв компании. Ну и мы потихонечку подходим к самым топовым материнкам на B550 чипсете, который стоит брать только в том случае если вы хотите получить максимально крутую сборку ПК. Переплатив всего 17 евро по сравнению с ASUS TUF можно взять очень сильную материнскую плату Gigabyte B550 Aorus Pro. Еще с прошлого чипсета модель Pro многим понравилась и отлично себя показывала даже с самыми мощными процессорами. В целом расклад особо не поменялся, это все та же крутая плата. Из очень сильных плюсов стоит отметить три слота PCI Express X16 и сразу два радиатора на оба слота M2. Следующая плата уже давно засела в сердцах многих. Это MSI Mac B550 Tomahawk. Это одна из лучших материнок на B550 чипсете, которые можно взять под новые Ryzen 4000. Стильный дизайн, хороший охлад и очень мощный питальник и это все за 187 евро. Это одна из самых крутых материнских плат на B550 чипсете, которые я могу вам посоветовать к покупке. Ну и напоследок я присмотрел еще одну топовую плату, которая если честно является явной переплатой за бренд, но все же выглядит очень достойно. Это Asus ROG Strix B550 F Gaming. За всего-то 195 евро. Я бы не сказал, что она чем-то круче Tomahawk от MSI, но переплатить за нее явно придется. Просто у Asus свои фирменные приколюхи, а у MSI свои. Перечислять их всех можно в вечность, поэтому я этого сейчас делать не буду. Самое главное, что вам следует знать, это то, что эти платы не нужны для обычного шестиядерника. Если вы вообще не планируете покупать топовые Ryzen, то нет никакого смысла платить столько денег. Ну разве что за красоту и престиж. Единственное, что звуковые карты в топовых платах стоят естественно топовые. Но тот, кто занимается звуком, всегда знает, что надо брать дискретную аудиокарту и не страдать этой всей фигней. В общем и целом, это все платы, которые я могу рекомендовать к покупке на B550 чипсете. Если вы тут не увидели какую-то материнскую плату, то это не значит, что она плохая. Я выбирал все эти материнки по функционалу и соотношению цены и качества. Если другие материнки на мое субъективное мнение, проигрывали какой-то из этих, то соответственно я их сюда не добавил. В целом покупать B550 чипсет сейчас не имеет никакого смысла, так как цены на него явно очень большие. Но если вы делаете сборку на каком-нибудь Ryzen 5 3600 или 3700 к примеру, то в целом можно присмотреться к средним моделям типа Gaming X от Gigabyte. Ну а народной платой все так же остается B550M DS3H, которая не имеет аналогов в мире и за свои деньги вывезет любой процессор вплоть до 8 ядер. Не забудьте написать в комментариях, какой материнской плате вы отдаете большее предпочтение. Также хочу напомнить, что в моей группе в ВК вы можете задать абсолютно любой вопрос касательно компьютерного железа. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok